Университетская клиника Казанского федерального университета на постоянной основе проводит манипуляции по спасению жизни пациентов, а также те, которые предполагают под собой лечение уже известных науке заболеваний в новейшем формате с применением новых собственных разработок и практических навыков. Так, совсем недавно нейрохирурги униклиники выполнили локальную инъекцию противовоспалительного препарата под рентген-контролем пациенту, который уже несколько месяцев страдал от болей в ноге, вызванных грыжей позвоночного диска. Эта процедура в разы эффективнее классических локальных блокад, проводимых вслепую за счет высокой точности и безопасности. Одним из видов этих инъекций является трансформинальная эпидуральная блокада. Она представляет собой прицельную инъекцию лекарственного препарата, контролируемую в режиме реального времени рентген-установкой, переневральное и эпидуральное пространство. Трансформинальная эпидуральная инъекция – сложная высокотехнологичная процедура с использованием дорогостоящего оборудования и требующая специальной подготовки персонала. Нейрохирурги университетской клиники КФУ выполняют ее по клиническим протоколам, признанным во всем мире. В ходе этой процедуры под рентген-контролем, который осуществляется специальным оборудованием в операционной, так называемой С-дуге или ЕО, в режиме реального времени игла вводится непосредственно в межпозвонковое отверстие в области, где корешок покидает позвоночник и идет в ногу для того, чтобы обеспечить ее двигательную функцию. Затем врачи путем вмешательства прокрашивали нерв специальным контрастным веществом для того, чтобы окончательно убедиться в правильности позиции иглы и вводили препарат, включающий в себя местный анестетик и противовоспалительный препарат. Препарат в себя включает, это анестетик местный, который позволяет процедуру уменьшить ее болезненность во время проведения и противовоспалительный препарат, так называемый глюкортикостероид. Действие лекарства можно разделить на два этапа. Сначала анестетики блокируют проведение болевого сигнала от сдавленного корешка. Это дает кратковременный результат. После окончания действия анестетика боль может вернуться, однако ее интенсивность становится значительно меньше. Одновременно начинается действие противовоспалительного стероидного препарата. Поскольку препарат присутствует в форме для длительного высвобождения, его действие продолжается в течение нескольких недель, а эффект может сохраниться в течение многих месяцев. В результате подавления воспалительной реакции уменьшается отек корешка, значительно снижается степень его сдавления, что приводит к быстрому уменьшению болевых ощущений. В случае с нашим пациентом, учитывая картину МРТ, я надеюсь на длительный эффект, но более вероятно, это будет временный обезболивающий эффект, потому что достаточно сильное сдавление корешка происходит так называемой форминальной грыжей и более вероятно, что может потребоваться вторым этапом операция, но операция будет уже планового характера и время до ожидания операции будет более комфортным для пациента. Показаниями к проведению локальных инъекций под рентген-контролем являются грыжи межпозвонковых дисков, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, стеноз позвоночного канала и межпозвонковых, а также смещение позвонков. Елизавета Газизянова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.